здравствуйте друзья мы сегодня в гостях в компании как называется битфюри и мы беседуем с начальником отдела кадров как подавая чай веду фейчер начальником и чай значит анной каменец и давайте пару слов про вас вы как давно в сша три года где жили раньше сан-диего сан-франциско а до сша до этого в мюнхене до этого в москве учились где в москве что закончили академию государственной службы и народного хозяйства это бывший прихару с киевом нет это академия государственной службы при президенте академии народного хозяйства при правительстве объединились торги сделали вот такой вуз но вы успели поработать я в чар с ранней юности с 15 лет то есть вы бушкой всегда были в этом деле да сколько много когда мы приехали в седенные штаты вы как-то так легко вошли в эйчар или вам пришлось что-то для этого сделать да безусловно пришлось потому что разница в эйчар индустрии в россии или разница эйчар индустрии в мюнхене или в сша действительно огромная то есть вы в германии работали в эйчар да да дело в том что отличается юрисдикция отличается трудовое право отличаются способы проведения интервью то есть разница большая и приходилось в общем совершенствовать свою квалификацию в каждой стране например в сша мне необходимо было получать дополнительное образование в беркли проходить какие-то курсы читать книги общаться в профессиональном комьюнити для того чтобы освоиться и знать то есть мне было мне пришлось получать мастер или какой-то специальный сертификат у меня было уже мастерское образование из россии пришлось просто повышать квалификацию я просто к чему клоню что у нас есть группа вопросов раз два три четыре пять именно про вечер так уже получилось что мы туда как бы вошли ну давайте мы тогда продолжим вот спрашивают уровень зарплаты в эйчар в американском видимо насколько данная специальность востребована и вот насколько много конкуренции между людьми которые хотят я как-то им говорил что вы чар конкуренция высокая сравнению с айти например или что-то то есть очень много университетов которые обучают по этой профессии и я просто видел много студентов которые так и не получилось у них в эйчар и они искали альтернативу и вот насколько тяжело переключаться вот на их систему но вы как бы уже сказали пришлось классы взять и что-то новое пришлось классы брать пришлось общаться с коллегами много получать какие-то дополнительные консультации проходим участвовать в мероприятиях профессиональных конференциях и так далее то есть действительно учиться нужно было много и классы тоже в общем были разнообразные нужно было и особенности трудового права учить и нужно было проходить классы по проведению собеседований по бенефитам и так далее то есть много нужно осваивать дополнительно люди которые бы чат работают я понимаю что где-то в каких-то местах наверное ведь кто-то кто очень прилично зарабатывает но в целом вот по индустрии это сравнивать инженерами я думаю действительно это очень индивидуально и зависит сильно и от компании и от уровня ответственности и чара и от региона в котором человек работает то есть я бы не брала ними не вижу смысла называет скажем среднюю температуру по больнице ну скажем так вот начинающий выпускник университета который попал в и чар вот день в кремниевой долине в самом таком ну скромненьком случае но в тысячи двадцать пять тридцать ему хотя бы платят я думаю что конечно но с учетом того что минимальная зарплата 15 долларов в час я думаю что да ну хорошо в принципе вот и чар такой успешный вечер может получать там сто тысяч конечно по 150 конечно то есть такие да хорошо а допустим для эмигранта который откуда-то приехал вот он не родного воспитания то это тоже доступно я думаю что все зависит от того какие результаты показывать человек если он действительно хорош в том что он делает то в общем не вопрос не вопрос хорошо потому что есть как бы такое впечатление что вот есть такие области в которой если ты не белый американец с местным университетским образованием то как бы ты не попадешь ну что касается моей компании например мы работаем в пятнадцати странах и когда моя компания искала и чара то необходимо было необходимо было иметь международный опыт знать разные иностранные языки мой первый иностранный язык немецкий нужно было уметь работать с разными менталитетами знать разные культуры уметь найти подход к сотрудникам тоже из разных совершенно специальностей миров и они искали человека с гибким мышлением с таким с такого рода опытом поэтому в общем то мы видимо нашли друг друга хорошо то есть достаточно много разных нишек и какой человек есть наверное на него нишка найдется где он сгодится и востребуется я думаю что при должной целеустремленности и возможности обучаться и адаптироваться найдется хорошо вот спрашивают если возможность хорошим и чар специалисту с опытом работы 6 лет данной сфере также на руководящих должностях и знанием английского языка уехать по рабочей визе печь манби то есть возьмут ли и чарщика так чтобы ему делать рабочую визу готова начинать пишет самого начала получать дополнительное образование все же необходимо чтобы занять достойное место в и чар сфере сша если да то сориентируйтесь чего начать конечно все возможно можно найти такого работодателя но это не будет просто потому что действительно и чар как я сказал очень отличается и начать следует наверное с подготовки еще дома да то есть осваивать читать профессиональную литературу и осваивать америк особенности не только американского калифорнийского непосредственно и чар потому что это другое трудовое право дальше что она подавать на разные вакансии пробовать а вот вам приходилось какую-то пользу извлекать из громадных и чарных групп которые есть например на рингтине да конечно в любом случае это очень важно иметь профессиональное комьюнити обсуждать какие-то острые вопросы с коллегами все равно обмена опытом конечно однозначно прошу прошу какое есть специальное образование для и чар или нет такого специального то есть люди как-то подучивают в америке но есть магистратура по и чар и стопу приобретен а вот когда вы нанимаете человека в и чар вы смотрите в то есть это в плюс ему что у него есть магистратура по и чар или может быть это было бы в плюс что заработал может быть инженером в этой области и хочет пойти в и чар очень зависит от вакансии до требования для руководителя и чар глобальной компании отличается от требования рекрутера вы чар подразделений например если человек а претендует на позицию технического рекрутера то конечно его опыт как инженера непосредственно будет очень полезен но дальше у него есть какой-то ход конечно сторону от этого но просто вы чар да то есть можно врасти в разные направления конечно можно стать руководителем такого подразделения можно сделать какую-то международную команду заниматься каким-то смежными сферами насколько работаю в и чар стабильно тут еще как необходимо но востребованного и оплачиваем но вот давайте мы про стабильность это стабильнее чем например вот инженер вы знаете очень отличается статус и чар в америке статус от статуса вечера в россии мне кажется что в соединенных штатах америки работа и чар более стабильно чем в странах снг мне кажется что здесь гораздо больше осознается важной важность этой функции ну то есть здесь здешний и чар имеет некоторые важные такие навыки что нельзя его легко заменить так скажем инженером или там из тех саппортка вот просто ну конечно например в нашем случае за полтора года которые работы в битфюре наша команда выросла в три раза это значит что две трети сотрудников были наняты при мне или мной я думаю что это действительно важная функция отбирать вот таких талантливых людей и привлекать их работать в нашу компанию все-таки вы же не можете их отобрать то есть вы какую-то часть в этом процессе то есть кто-то должен их технически проинтервировать то есть вот ваша функция в чем состоит в организации этого процесса и непосредственном участие понял то есть организовать всех чтобы они сделали то что надо сделать не то чтобы всех я думаю кто вовлечен в процессе кто вовлечен да кто вовлечен и непосредственно и первое интервью провожу провожу или я если это какая-то топовая позиция или кто то есть других рекрутеров если например это техническая позиция у вас да ну давайте тогда вот работе и чак поговорим давайте значит у нас много вопросов но я начну может быть с первой страницы так логично будет вот пожалуйста какой алгоритм подбора кандидатов от сечения неподходящих если опыт стаж и владение инструментами трудно проверить на этапе собеседования с и чарной и чаржи не проиграет владение инструментами правда ли что на этом этапе подбор в основном происходит по совпадению ключевых слов и наличию основных требований статус владения языком как сетчер желтым хайлайтером 1 2 3 там вот на резюме да и чар обычно есть ассистенты или младшие рекрутеры которые действительно осуществляют отбор резюме из огромной базы данных по ключевым словам например по конкретному языку программирования поэтому обязательно убедитесь что ключевые слова в вашем профайле на linkedin или вашем резюме находятся в шапке этого резюме их сразу видно они заметны вы этим очень упростите работу и чар и когда вот эти резюме отобраны по ключевым словам вынесите туда языки программирования которые вы знаете вынесите иностранные языки которыми владеете базы данных которыми вы работали ваш стаж то есть то что самое главное ваши основные преимущества после этого резюме попадает уже к либо следующему чару который уже может принимать решение кто из например отобранных 15 резюме будет приглашен на собеседование дальше уже и чар конечно проводит более детальное собеседование и если это позиция программиста то скорее всего с ним будет беседовать технический рекрутер за плечами которого уже несколько сотен подобных собеседований а если это топовая позиция то будет беседовать тот кто имеет опыт непосредственно в этом поэтому не нужно недооценивать и чар мы знаем свою работу ну хорошо идем дальше просто обычно как бы рассуждать такое что все-таки люди которые бы чар или там рекрутеры они не безумно технические люди техническую сторону потом во время технического интервью проверить и тогда а вот и чар как нест не специфический технический вот они на что смотрят я думаю что разные компании имеет разный уровень специалистов в том числе вы чар и конечно же человек который сфокусирован на подборе технического персонала должен обладать знаниями и знает на что обратить внимание когда он интервьюирует человека и кроме того конечно в помощь всегда есть дополнительные например профессиональные тесты или какие-то тестовые задания которые помогают принять правильное решение и дать достаточно объективный результат но вот то что я от вас слышу кардинально расходится с тем что происходит в мире такого рекрутинга такого знаете на контрактные позиции где берут людей с улицы говорят вот этих обзваниваешь там вот это вот там слова подчеркиваешь и разговаривали которые вообще ну в полном таком провале сами и фактически вот я я учу студентов как манипулировать этими людьми чтобы они отправили такие резюме менеджер который хотя бы понимает что у тебя брить вы пошли эти люди не понимают и кроме того слушать а вот у вас позиции когда вы объявление делаете вы тоже вот так их там вдвое в трое там в пятеро больше всякого напишите чем вам реально нужно для найма ну смотрите когда менеджер хочет нанять сотрудника к себе в команду конечно же он говорит о том что ему хотелось бы видеть в идеале у этого кандидата какие навыки умения но и чар всегда знает что действительно необходимо а что является плюсом поэтому точно не стоит бояться больших описаний нужно смело идти вперед и никто не ожидает что человек все знает знаете наизусть для этого в том числе есть интервью когда и чар видит насколько человек думающий насколько он готов обучаться насколько он интересно мыслит это виду это видно но хорошему чару видно а вот такой вопрос я часто вижу я много с резюме работаю есть такой стиль как бы вот я его называю там бангалорская когда допустим выпускник университета у его там по полстраницы описывает каждый студенческий проект 99 процентов там все повторяется в описании или например вот я вижу человек делал что-то потом вроде бы он программистом этом полгода был проект и он пишет там пару буллетов но процентов на 90 описание его так сказать то что связано с этим проектом это описание самого проекта вот на этом проекте делалось вот это она с такой-то базой данных она там передает пользователь это это и подальше пишет два булета там программировал что-то и там допустим ну еще тут вот это хороший такой путь или это просто думаешь черную ерунду всякую пишет писал бы лучше что делал конечно очень здорово если человек способен толково сформулировать и кратко изложить свои мысли если он может на одной максимум на двух страницах резюме рассказать самое главное потому что для этого и создана интервью мы сможем на интервью обсудить дополнительную информацию задать какие-то вопросы но действительно очень важно чтобы резюме было оформлено аккуратно кратко чтобы были выделены основные моменты как я сказал основные мысли должны быть на самом верху для того чтобы вы сразу же выделялись а вот эти знаете процентов 80 90 резюме которые вот я вижу там скажем на да если у меня есть рекрутерской лицензии я смотрю и вот 80 90 процентов резюме там например идет слово потом пробил потом запятая потом без пробела следующее слово вот это как-то влияет хоть на что-то или ну то есть понятно что за человек но это влияет на что-то я обращаю внимание на такие вещи потому что резюме это такая визитная карточка человека и конечно каждый тратит определенное время на создание резюме и когда ты смотришь на резюме это практически видишь результат работы и хочется видеть результат аккуратный да потому что мы набираем человека набираем людей для каких-то задач и мы тоже хотим чтобы результат был качественный я однажды был на лекции я очень люблю на семинары всякие ходить и там был какой-то большой человек из рил эстейта всех учат как там значит рил эстейте но мне тоже интересно потому что интервью это тоже продажи надо и вот значит я я всегда с интересом слушаю и он там кто-то его справа как понять вот как понять насколько ты собранный там хорошие там и так далее он говорит ничего проще нету вот подойдите к своей машине поэтому открывайте багажник и вот то что у вас сзади в багажнике вы увидите вот это то что у вас голове да вот и весь зал чуть не заплакал там поэтому в этом смысле резюме вот если у тебя резюме вот такое как говорят знаете хорошо пишет не тот кто хорошо пишет а тот кто хорошо думает кто ясно мыслить тот ясно и думает ну хорошо идем дальше часто ли бывает так что из двух кандидатов на место берут на работу того кто несколько уступает по навыкам но при этом обаятельно я думаю что это во многом зависит от позиции например и чару или пиар-специалисту очень желательно быть обаятельным программисту наверное это не так важно вот хотя конечно умение договариваться умение оптимистично относиться к каким-то вопросам привносить свой позитивный дух в команду это очень важно для любой позиции потому что организация это такой единый организм который в котором все влияют друг на друга и конечно хочется видеть людей которые настроены и доброжелательно вы знаете что если бы если меня вот кто-то спросил бы студентов я тоже все это отвечаю на такие вопросы но если меня спросили я бы сказал так что если есть два человека и оба в состоянии делать работу но один уступает по навыкам может быть но но тем не менее он хоть и уступает он имеет достаточно чтобы делать работу если он не имеет достаточные разговоры то нет если если бы вот это вот на самом деле имела значение большое для программистов так половина бы уволили тут же вот как они ходят с такими лицами даже в темноте их можно же испугаться даже знаете что когда мы только приехали в сша я читал какую-то статистику что сорок процентов всех уволенных уволенных были уволены за negative attitude я думаю что это действительно может быть таким фактором хотя конечно это не может звучать как официальная причина увольнения на другой вопрос что это просто провоцирует какие-то более сложные ситуации я думаю что как реагирует и чар на неприятные вопросы уже заранее известно что неприятные такие как как вы видите идеальному кандидата на эту позицию я на самом деле советую когда тебя спрашивают вопросы есть того но вы спросите например как вы как как вы опишете идеального кандидата тоже не на самом деле я говорю они сами не знают для них вопрос неожиданный вот они начинают на ходу соображать поэтому вот как и какие вопросы неприятные для и чар и как они такие вопросы реагируют я не знаю что такое неприятные вопросы, потому что мне кажется, что любопытство кандидата вполне оправданно. Ведь не только компания делает свое решение о том, принимает свое решение о том, хочет ли она работать с этим соискателем, но и кандидат принимает решение, правильно ли это для него компания. Поэтому, когда вопросы возникают, я стараюсь дать максимально информативный и честный ответ. Так что они такие уже и неприятные. Хорошо. Честно сказать, вот я вспоминаю, я в шести компаниях работал по найму. Я что-то не помню, чтобы я сильно с HR общался. Ну, вот, может быть, только, знаете, что приходишь на интервью, и тебе так по компании проведут, и все. И больше я этого HR не видел никогда. То есть, в основном, вот менеджеры технические, так они и нанимали. В HR только отправляют, бумажки оформляют. Вот из моей такой практики. Я в больших конторах работал тоже, и в маленьких. Но, то есть, во всем случае, в то время, когда я активно на рынке был, я не помню, что в HR как-то вот так. Может быть, это в больших компаниях. Я думаю, что это очень зависит от самой компании. Например, в нашем случае у нас 15 локаций в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Азии. И я постоянно перемещаюсь между всеми этими локациями. Потому что мне важно знать, не только мне, а моему руководителю, генеральному директору компании, важно, чтобы люди имели возможность со мной вести диалог и рассказать, если у них есть какие-то сложности, проблемы, если они хотят, если у них есть интересные идеи, если они хотят двигаться в каком-то другом направлении. Поэтому, ну, точно 6 месяцев из года я путешествовала. Стратегическая такая позиция, получается. Не чисто технический процессинг такой, а именно вот... Хорошо, а вот я вижу, у вас там часы висят, и там времена в разных регионах. Там в Тбилиси, я вижу. У вас в Тбилиси есть что-то? В Тбилиси у нас два больших дата-центра. 40 мегаватт и 20 мегаватт. Да, и большая команда. А вот вопрос такой. Если человек работает у вас в Тбилиси, а хотел бы поехать, например, в США, и вы теоретически могли бы ему там или в Анвизу сделать, да? Да. У вас есть такие перемещения людей? Вообще у нас люди много перемещаются по компании. У нас есть такая программа, которая позволяет менеджерам, которые должны знать друг друга, но они работают в разных странах, ездить. Не нужно для этого иметь какую-то очень серьезную причину. Ты просто можешь прилететь, например, из офиса в Амстердаме в офис в Сан-Франциско и поработать там, скажем, три недели. Просто для того, чтобы почувствовать себя частью вот этого коллектива. Для того, чтобы тебя узнали лучше, чтобы ты видел, кто чем занимается, что, в общем-то, это такие же твои коллеги, которые вместе с тобой работают на одно дело. Вот такую программу мы недавно внедрили, и мы очень довольны. Я-то имел в виду, что у многих наших зрителей вопрос такой чисто иммиграционный. Да, по поводу визы. Виза, но такая, чтобы потом, знаете, как вот Эльвана, потом грин карту можно сделать и так далее. Да, да, да. Эльвана виза действительно хорошая виза, которая выдается после года работы в другой какой-то стране, не в США. И требование, чтобы человек был на какой-то управленческой позиции. Такая практика есть. Я не скажу, что она очень популярная, потому что в этом случае мы должны объяснить, что нам действительно этот человек нужен в офисе Сан-Франциско. И это такое… это не так просто сделать. Но если это стремительно так, то мы можем это сделать.